Долгое время этот туристический объект, который находится вблизи Алматы, считался визитной карточкой Казахстана. Сюда приезжали со всего Советского Союза именитые гости, а также великие спортсмены, которые установились здесь. Только задумайтесь, 123 мировых рекорда – это потрясающие результаты, которых добились на высокогорном катке Медео. Здравствуйте, меня зовут Шинбулат Пазл, и это программа «Путешествия по Казахстану». И мы начинаем! Медео – самый высокогорный комплекс в мире для зимних видов спорта. Площадь его искусственного ледового покрытия составляет 10,5 тысяч квадратных метров. На этой территории свободно поместится одно футбольное поле вместе с трибунами для зрителей. В прошлом году открыли 10 бесплатных катков по городу. Все люди возвращаются к нам. Они идут туда, но они возвращаются к нам, потому что это самый качественный лед, это самый высокогорный каток. Здесь непередаваемая атмосфера, если в любой день, даже если в непогода вы приедете на каток, вы обречете какое-то эмоциональное удовлетворение на неделю вперед или на месяц. Потому что в горах своя атмосфера, а здесь вы еще и катаетесь. Сегодня Медео представляет собой высококлассный спортивный комплекс мирового уровня, где созданы все условия для комфортного катания. Однако мало кто знает, какие силы были потрачены, чтобы возвести это громадное сооружение. Строительство Медео было объявлено ударной комсомольской стройкой. В ней участвовало более 1300 человек. Возводить ее помогали и наши казахстанские альпинисты. Они устанавливали металлическую сетку и заграждение на склоне горы Мохнатка, чтобы защитить сооружение от снежных лавин. Бетон для конструкции Медео заливали без перерывов. Его изготовляли прямо на площадке, чуть ниже катка. Первоначально при заливке предполагалось наличие швов на льду. Но для спортивной площадки мирового уровня это было недопустимо. Поэтому строители приняли решение выровнять поверхность, накрыв всю площадку бетонной плитой. Как раз тогда была освоена технология самонапрягающегося цемента, обеспечивающего высокую водонепроницаемость. При строительстве спорткомплекса бетон заливали не сплошным слоем, а частями, чтобы плиты дышали. Это необходимо было сделать потому, что бетон имеет свойство летом расширяться, а зимой сжиматься. Благодаря такому советскому ноу-хау конструкция Медео до сих пор выдерживает резкие перепады температур. Сам стадион и трибуны были построены из бетона. Высокая сейсмичность этого региона внесла свои коррективы. Конструкцию возвели монолитной, с устойчивым фасадом. Изначально архитекторы этого проекта планировали сделать Медео крытым катком. Для этого над левой площадкой должны были установить вантовое покрытие. Однако, позже от этой идеи решились отказаться. И на то была веская причина. Этот проект задумывался не только как спортивный комплекс, но и как площадка для отдыха простых людей, которые по 8 часов в день сидят в душных городских помещениях. А здесь они могли дышать чистым горным воздухом и даже загорать, катаясь раздетыми по пояс. Поэтому стадион решили сделать открытым. Отсюда на высокогорный каток Медео открывается потрясающий вид. И место, где я сейчас нахожусь, не просто гора, а сложное гидротехническое сооружение. Проще говоря, дамба, которая была создана для защиты города Алматы от селевых потоков. В 1966 году для защиты Алматы от селевых потоков двумя уникальными направленными взрывами было перегорожено Малоалматинское ущелье. Благодаря чему на высоту 150 метров поднялось сложное гидротехническое сооружение. С южной стороны плотины устроено громадное селехранилище. А река протекает через тоннель. В 1973 году плотина задержала мощный катастрофический сель с объемом массы более 5,5 миллионов кубических метров, что значительно превосходило емкость селевыхранилища. В плотине ведет вот такая лестница, которая известна всем алматинцам. Она состоит из 842 ступеней. Регулярно здесь проводятся соревнования по восхождению. И надо признать, что сделать это не так-то просто. А я прошел всего-то 100 ступеней и уже устал. Но каким бы ни был сложным подъем по лестнице, этот процесс, как и катание на коньках, дарит массу позитивных эмоций и помогает снять психологическое напряжение. Дело в том, что в небольшой мороз увеличивается концентрация в воздухе отрицательных ионов. А это дополнительно придает бодрости и хорошо тонизирует нервную систему. Когда смотришь отсюда на высокогорный каток, то в глаза бросается вон тот круглый объект, который напоминает бассейн. На самом деле это отстойник, где происходит осветление горной воды и осаждение взвесей. С центральной фильтровальной станции воду берут для заливки льда. Перед этим процессом вода на холодильной станции проходит несколько этапов очистки. А затем ее нагревают до 80 или 90 градусов. Оказывается, горячая вода быстрее замерзает, чем холодная. Самое сложное в этой конструкции – поле толщиной в 2,5 метра. Это многослойный пирог из стали, бетона и утеплителя. А лед всего лишь его небольшая наружная прослойка толщиной в 3 сантиметра. Опытные конькобежцы говорят, что на Мидео – самый быстрый лед в мире. И секрет его уникальности кроется в чистой горной воде. Которая используется для заливки поля. Сначала наливаем полсантиметра, сантиметра. Потом окрасим белой краской, специальный порошок белой краской красим, чтобы солнце, лучи отражались и лед не таял. После этого начинаем разметку делаем, рекламу, и потом заливаем лед. Для соревнований, хороших соревнований, хватает лед 3-4 сантиметра. Для массовых катаний лед надо делать толще 5-8 сантиметров. Вот как оценивал качество льда четырехкратный олимпийский чемпион Евгений Гришин. Мне приходилось выступать на всех известных катках мира. В Сквовелли, Картина Дампеццо, Давоси и Осло. Ничего не скажешь, замечательные катки. Но лучший все же Мидео. Здесь лучший в мире лед, которому наши спортсмены обязаны самыми высокими в мире достижениями. Лед на этом высокогорном катке чистят с помощью специализированной техники два раза в день. Утром перед тренировками спортсменов и вечером в преддверии ночных катаний. Благодаря такой процедуре свойства Мидеоского льда становятся наиболее оптимальными для катания. Сердце ледового катка – это машинная станция, где находятся четыре больших компрессорных установки. Они поддерживают холодную температуру непосредственно под ареной катка, отчего идет идеальное покрытие льдом. Мощность станции составляет максимум 4000 ватт. Когда массовое катание проходит, лед выбивает, царапает этой же машины, а не комбайн, лед сострагивается. Типа как рубанком доски строгаете. Вот так же лед мы строгаем, 2 метра 80 сантиметров ширина ножа, соскабливаем до идеальной поверхности, потом снова заливаем кипятком, чтобы все щели, неровности, все сгладилось до блеска. Ледовая арена может вместить в себя до 3000 человек одновременно. Рекордная посещаемость катка была зафиксирована 3 января 2016 года. Тогда здесь побывало 13500 человек за два сеанса. Прошлый год он был рекордным годом посещения катка Медео за весь период его существования. В прошлом году нас посетило 355 тысяч человек. В этом году мы ставим невероятные рекорды за месяц. Нас посетило только за месяц, с 12 октября по сегодняшний день, посетило 100 тысяч человек. То есть у нас план уже увеличивается, и в этом году планируем поставить 500 тысяч, если погода будет благосклонной. Кстати, узнать о том, какая погода на Медео, помогут не только новости, но и веб-камеры, установленные неподалеку от катка. С помощью интернета за спортивным комплексом можно наблюдать круглосуточно из любой точки земного шара. Приобрести сегодня коньки не проблема, а взять их в аренду еще проще. На высокогорном катке Медео имеется большой запас качественных и удобных коньков. И самое главное, есть все размеры. Здравствуйте. Спасибо, дайте мне сороковой размер. Спасибо. Примеряя коньки, обязательно встаньте и определитесь, удобно ли вам стоять. Если чувствуете хоть малейший дискомфорт, тут же меряйте другим. При катании он усилится в несколько раз. При катании на коньках задействованы почти все группы мышц ног, брюшного пресса, а также спины. Это подходящий вид спорта для тех, кто хочет похудеть, ну или просто выглядеть таким же стройным, как я. За час активного катания сгорает 300-400 килокалорий. А еще во время движения все ткани организма обогащаются кислородом, который способствует ускоренному расщеплению жира и в целом активизирует обмен веществ. Добавьте к этому повышенную нагрузку на мышцы, и вы поймете, что при регулярных походах на каток можно быстро стать более подтянутым. Посмотрите на этих счастливых людей. Каток – это прекрасное место, чтобы повеселиться, провести время с пользой, а может даже найти свою вторую половинку. Чтобы получить пользу от катания на коньках, нужно соблюдать технику безопасности, избегать падений, а также правильно одеваться. Не слишком тепло, но и не слишком холодно. Если раньше вы не ходили на каток или привыкли вести малоподвижный образ жизни, втягивайтесь постепенно. Мидео – это важная тренировочная база для казахстанских спортсменов. Практически каждый день здесь тренируются фигуристы, хоккеисты и конькобежцы, многие из которых представляют Казахстан на Олимпийских играх. Во время зимних азиатских игр 2011 года здесь проходили соревнования по хоккею с мячом. А шесть лет спустя комплекс принял участников 28-й Всемирной зимней универсиады. А именно здесь проходили соревнования по конькобежному спорту. Поэтому неудивительно, что конькобежцы со стран всего СНГ едут тренироваться на Мидео. С точки зрения подготовки для конькобежца и для любого спортсмена очень важна именно высотная подготовка. А ближайшие катки, которые мы можем посетить, это все-таки Мидео. То есть больше таких катков со времени Советского Союза их нет. Все остальные катки равнинные в основном. И мы приехали сюда на Мидео, чтобы подготовиться к будущим стартам. Мы с утра катаемся здесь на льду вместе с командой из Алматы. Это, я так понимаю, с Дюшор, Алматинская. И мы вместе с ними утреннюю тренировку проводим. Иногда, если позволяет время и возможности, мы катаемся еще и вечером. Нам здесь понравилось очень питание, хорошее гостиница, все великолепно. Очень здорово. И условия для занятий хорошие. Вам все понравилось? Нам все понравилось. И дети в восторге от города, природы, от всего. Уже много лет подряд Ледовый каток является огромной концертной площадкой. Например, здесь долгое время проводился Международный фестиваль музыки «Азия-даусы», в котором принимали участие не только казахстанские исполнители, но и звезды мировой эстрады. Преемник этого мероприятия – Star of Asia, которое здесь ежегодно проводят совместно с Акиматом города. В этом году у нас будет проводиться спидвей, это мотогонки на льду. Это вот такое международное соревнование. Раньше оно проходило в 92-м году, потом вот три года назад мы его вернули в Казахстан. В прошлом году он проводился в Астане, и в этом году снова он будет проходить на Медео. Этот высокогорный спортивный комплекс по праву считается одной из главных достопримечательностей Алматы. Поэтому все жители города и его гости, прокладывая экскурсионный маршрут по мегаполису, обязательно должны включить в него Медео. Медео входит в топ-10 самых популярных туристических объектов Алматы. И как вы можете увидеть в нашем сегодняшнем выпуске, вполне заслуженно. Здесь можно подышать свежим горным воздухом, насладиться пейзажами заилийского Алатау и покататься на самом известном катке в мире. Медео ждет вас! С вами был Шинбулат Пазл и программа «Путешествия по Казахстану». До скорых встреч!